Человек делает пельмени. На самом деле человек пока что делает фарш. И родственники меня уговорили купить тесто пельменное, потому что оказывается, существует тесто пельменное. Кстати, с очень нормальным составом. Вот оно у меня тут. Доходит до комнатной температуры. Тут у меня чеснок, лук. Мне сказали, что лук надо положить, иначе мясо будет жестким. И свинья, которая месяц лишним ждала, когда же я ее сожру. Вот. Некоторые кусочки мяса с луком и чесноком я пропустила по второму кругу. Потом я запишу вам эти самые можно есть или нельзя. Только, правда, когда все это смонтируется, хрен знает. Просто я что-то не удержала и решила показать, как это я тут делаю. Мои родственники в афиге с меня, я сама с себя в афиге. Ну и, с другой стороны, потролли тех, кто очень не любит смотреть, как я что-то готовлю, но при этом бедные несчастные смотрят. Вот у нас бутачан с луком и чесноком. Кстати, жирная сволочь такая это бутачан. Ну да, это типа шар. Почти шар. Пахнет это все феерически. Я тут в этом слегка в масле замочила, но там еще немножко вот добавила эти свои две штуки, потому что они внезапно ржавеют. Самое интересное, что вот эта кружочка закручивающаяся, она чем-то там проделана и не ржавеет. А эти вот две, там еще у меня где-то было написано в инструкции, что иногда их надо смазывать маслом. Каким непонятно. Но я решила, что масло ромашки тоже подойдет. Там не только ромашки. Остатки были, расскажи от Саванри. Потом я это помою. Эта штука у меня, по-моему, еще не разморозилась. В смысле не раздолбалась. Ну вообще она там лежала как бы в таком месте, где она еще не замороженная была. Как бы такой прохладный холодильник. Ну хотя хз. Может уже и готова. Первые две. Вот это первая, это вторая, это третья, это четвертая. Для меня не сразу задоперло, что надо не так делать, а примерно как на картинке показано. Я решила записать перед тем, как их положить в пакетик и уже в пакетик вкладывать. Это все. Что за меня тоже. Это первая стопочка из этих штук. Чего-то я прям устал. Сейчас заинстаграммила и что-то вот как-то света мало было в инстаграмму. В общем, в итоге я в основном делала уже вот такого вида пельмешки. И вот у меня осталось все-таки мясо. Ну, в смысле, тут не только мясо, начинка. Короче, пара котлеток выйдет потом паровых. Это для тех, кто хотел, жаждал, типа, Лёля, сделай котлетки. Лёля, в жизни не думала, что не то, что котлетки вот эту хрень-то делать будут. В общем, всем спасибо, всем нервным и не очень, и просто людям. Пока!